МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами вечером продолжаем тему политики, криминала, статистики, с которой я вас время от времени знакомлю. И сейчас, в свете проведения чемпионата Европы по футболу на стране, я хотел бы зачитать некоторые цифры из списка, которые я специально для вас и подготовил. У нас за одну неделю, с 7 июня по 13 полиции было выдано ордеров на арест 173. Взято под стражу 19 человек после проведенных обысков в их домах и квартирах на предмет политических преступлений или религиозных преступлений. За одну неделю это действительно огромное количество. Также полиции на границе Германии с другими странами в последние дни перед началом проведения чемпионата и в первый день было остановлено 1400 человек нелегалов, пытавшихся всяческими способами и путями проникнуть в страну. Из этих 1400 человек 900 были сразу же отправлены обратно в те страны, из которых они прибыли, без каких-либо разрешений здесь хотя бы один день побыть или хотя бы два дня побыть или типа посмотреть футбольный матч и потом вернуться. Нет, их сразу развернули и отправили. А также были взяты под стражу и арестованы 34 контрабандиста, которые были напрямую связаны с перевозкой вот этих вот нелегалов. Эти контрабандисты в основном выходцы из Венгрии, Болгарии и Румынии. Они за каждого нелегала имеют несколько тысяч евро. Естественно, это сумасшедшие деньги и они на этом навариваются, пытаясь всяческими путями провозить вот этих вот нелегалов к нам в страну. Но вот 34 человека больше этим заниматься не будут, их посадят, пока будет вестись следствие. Они будут находиться под стражей, далее уже будут разговаривать страны между собой, Министерство внутренних дел будут разговаривать между собой. Или они будут сидеть здесь, но получать вот эту вот финансовую оплату за их содержание из страны, из которой они прибыли. Или же их отправят в ту страну, откуда они прибыли, под расписку о том, что они будут отбывать свой срок там дальше. Значит, у нас сейчас задействовано на момент проведения чемпионата Европы свыше 22 тысяч полицейских в местах проведения футбольных матчей, на вокзалах, в аэропортах, на площадях, где развешаны большие вот эти вот огромные экраны, чтобы люди могли вечером собираться смотреть футбол. Это действительно огромное количество полицейских. Они следят за порядком, они следят за соблюдением чистоты. И, естественно, чтобы, не дай бог, не произошло какое-то преступление. Произойти все, что угодно может. Поэтому полиция оснащена, скажем так, по последнему слову техники. И действительно, они уже в свете последних событий, буквально вот этих вот турбулентно происходящих день за днем, с момента убийства полицейского и до сегодняшнего дня, полиция уже смотрит более жестко на всех тех людей, которые отказываются подчиняться сотрудникам правопорядка. Если ему говорят, остановись, покажи свои карманы, значит, он обязан остановиться и показать все, что у него находится в карманах. А не говорить на немецком языке, я говорю, шайс буля или еще что-нибудь, что-то от меня хочешь, типа пошел вон, делай свою работу. Они делают свою работу. Как они делают свою работу, зависит от тех людей, с кем они сталкиваются на улице. Вот, сейчас идем далее. Я вам уже как-то говорил, что приведу вам реальную статистику по количеству тех беженцев, людей, ищущих у нас здесь статуса беженца в стране, а не ту официальную статистику, которая допустима, к примеру, газетами, телевидением и так далее. Так вот, цифры, реальные цифры. У нас в стране на данный момент находится в поисках статуса беженца или в поисках убежища свыше 3 миллионов 200 тысяч человек. Из этого количества людей 1 миллион 250 тысяч украинцев. К украинцам мы вернемся немножечко позже. Сейчас в общих чертах по вот этой вот статистике из этих 3 миллионов. Так, миллион, миллион 250 мы убираем, остается у нас 2 миллиона 200 тысяч человек. Тех людей, которые ищут убежище у нас в стране. Из этого количества людей 276 с половиной тысяч находятся в интенсивной проверке на статус определения личности этих людей. Так как они приехали сюда без документов, без каких-либо удостоверяющих личность бумаг и, естественно, не могли даже сказать, откуда они приехали. То есть они по-немецки, ни слова, и когда к ним направляют переводчиков с арабского или с фарси, они начинают прикидываться, что они даже этих переводчиков не понимают. Есть такие люди. 169 тысяч 900 человек. Такое количество тех людей, которым отказали в выдаче статуса беженца в Германии, и они обязаны в ближайшее время покинуть нашу страну. Как это будет происходить? Как они будут покидать нашу страну? Естественно, они всяческими путями будут пытаться слиться с толпой, грубо говоря, и исчезнуть в этой толпе, чтобы нелегально оставаться дальше здесь в стране. Других же, которые более-менее законопослушные, понимают, что им здесь ничего не светит, ни вот этой вот Бецаль-карты, ни социала, ничего. Они обязаны будут вернуться в те страны, в которые их направят. Опять-таки за счет налогоплательщиков. Авиакомпании, различные автобусные линии просто так бесплатно этим не занимаются. За это нужно платить, хотя бы даже за то же самое топливо. Недавно у нас отправили одного афганца, криминального элемента афганца, отправили обратно в Афганистан, чартерным рейсом. Все это обошлось государству в 120 тысяч евро. Так вот, теперь идем по украинским беженцам. Из всего количества украинских беженцев, которые у нас находятся, 250 тысяч из них работают официально. Еще по около 400 тысяч, это те люди, которые физически не способны работать, старики, больные и дети, которые посещают школу. Остальные же 600 тысяч, увы, это те люди, которые работать не хотят, отказываются работать, говорят, что они сюда приехали не для того, чтобы работать, а для того, чтобы прятаться от войны. Поэтому государство обязано содержать их на своей шее. Многие из них так и говорят. Но проблема в том, у этих беженцев, что визы у них позаканчивались, и они обязаны приехать в свои консульства или посольства украинские и продлевать свои визы на пребывание в Германии. В чем проблема? В том, что в консульских отделах Украины с них требуют бумаги, удостоверяющие, что они работают здесь в стране. Если у них нет никаких документов, подтверждающих на данный момент их трудоспособность, их рабочее состояние, этим людям грозит не депортация, а, скажем так, мягкая высылка на родину, для того, чтобы идти на фронт. Потому что, как говорил уже канцлер Германии пару месяцев назад, все эти украинцы, которые здесь работают официально, находятся де-факто под его защитой. Вот такие дела. И далее мне кто-то сказал, а что ты нам, мол, говоришь про сирийцев, афганцев? Мы сами прекрасно знаем, какие они люди, как они себя ведут. Ты лучше скажи, сколько криминала среди украинских беженцев? Я не знаю, или это была издевка, или кто-то хотел очернить этих людей. Я говорил уже один раз, и сейчас, опять-таки, ссылаясь на цифры статистики, говорю вам здесь, в этом видеовыпуске, что уровень криминала среди украинских беженцев по сравнению с местным населением и даже теми же беженцами из Афганистана, Сирии, Туниса и так далее сводятся практически к нулю. Есть какая-то часть административных правонарушений, но она даже не доходит до одного процента, если сравнивать вот эту вот всю диаграмму правонарушений и преступлений. Мелкие какие-то деликты, где-то кто-то на дискотеке кого-то послал, кто-то кому-то начистил пятак или еще что-то, это не входит в грубую криминальную статистику, поэтому это разбирается сразу на местах. Где-то какими-то штрафами или предупреждениями. Повторяюсь еще раз, украинские беженцы по сравнению с теми же сирийцами, афганцами, тунисцами ведут себя действительно нормально, действительно подобающим образом, как законопослушные граждане. Поэтому, если у кого-то возникает желание очернить тех людей, которые прибежали сюда в поисках убежища, ну пусть он эти свои слова придержит при себе. Возвращаемся обратно. Опять же, к статистике криминальной и к вот этим вот неадекватам, бегающих с ножами по улицам. Сказать честно, что осторожничать надо, да, осторожничать надо. И по возможности, если, к примеру, люди вечером выходят на улицу погулять через парк или просто по пустым улицам города, уже так беспечно никто не будет гулять, потому что в любом городе, в любом районе находятся один-два вот таких вот криминальных элемента, которые могут, если им что-то стукнет в голову, выскочить с дубиной или с ножом и напасть на простого человека. Как это было несколько дней назад с этим афганцем около Магдебурга, которого просто-напросто ликвидировала полиция и поступила, между прочим, правильно, потому что убийцу преступника нужно ликвидировать на месте. С ним вести каких-то деловых разговоров или успокаивающих бесед просто нельзя. И мне кто-то говорил, что, мол, теперь вы научены, теперь вы будете знать, как вот с этими бандитами себя вести и не будете с ними сюсюкаться. Вы знаете, у нас полиция связана не тем, что они, мол, ничего не могут, кто-то сказал, вот ваши полицейские такие вялые, такие хилые, потому что они нифига не умеют. У нас полицейские действительно хорошо могут и стоять на страже закона, и на страже порядка. Просто они связаны различными инструкциями, спускаемыми сверху политиками, находящимися сегодня у власти. У нас есть закон о полиции, он жесткий. Естественно, не такой жесткий, как в Америке. Стоит сказать какому-то полицейскому оскорбление или дернуться против него резко, тут же получишь пулю в лоб. Здесь такого нет, потому что все-таки немножечко другой строй, другой менталитет. И если вот эти полицейские, которых вот кто-то мне написал, о, сейчас этих полицейских засудят и еще заставят извиниться перед всем Афганистаном. Их никто не заставит извиниться перед Афганистаном, потому что эти люди, уничтожившие этого убийцу, напавшего два дня назад на людей, убившего тоже одного афганца, порезавшего нескольких человек, этих полицейских сажать никто не будет. Просто это обычное рутинное дело, в результате которого пишет, составляется протокол о применении табельного оружия, о правомерности применения табельного оружия. Естественно, собираются показания свидетелей. Полицейских никто сажать за это дело не будет. Со службы их увольнять тоже не будут. Они были при исполнении. И так как там было очень много свидетелей происходящего, полицейских в любом случае оправдают. Единственное, что я хотел просто еще добавить в конце, министр юстиции Бушман выступил с предложением, с просьбой к правительству, что нужно организовать еще, привести в работу свыше 500 дополнительных судей и прокуроров, которые будут заниматься определением статуса беженца и заниматься делами вот этих вот нелегальных мигрантов, прибывших последние годы сюда, в Германию, для того, чтобы ускорить процесс или признания как беженца, или депортации этих людей с целью их выдворения в терпимые страны. Опять-таки, Талибан предложил Германии любого афганца, сирийца, тунисца брать к себе, типа на перевоспитание, но, естественно, за деньги. Немецкое правительство, оно привыкло всем платить деньги, оно, скорее всего, согласится на это условие, на это предложение, и они будут отправлять вот этих вот афганцев туда. Но хотелось бы, чтобы они их отправляли до того, как они совершат здесь какие-то преступления, поранят людей или убьют людей, а не после того, когда они совершили преступление и по своим понятиям уже считают себя какими-то героями или еще кем-то. Поэтому, если правительство согласится на предложение вот этого Талибана, то многим афганцам ничего светлого здесь не предстоит увидеть. Они вынуждены будут отправляться туда, куда их направит наше правительство. Тем более, что многие из них вот уже годами сидят, скажем так, на небольшой социальной помощи, где-то чернушат, где-то еще чем-то занимаются. Многие из них выбегают на демонстрации в защиту Палестины, многие из них выбегают на демонстрации за создание государства халифат и кричат, что немцы это такие плохие люди, которые зажимают их в правах, не дают им свободы и так далее. Если бы немцы были такими, как они говорят, то, увы, у них не было бы сегодня возможности получать социальную помощь, пускай даже и маленькую. У них не было бы крыши над головой и не было бы одежды, которую они покупают, получая эту социальную помощь от государства. Так что вот как-то они, с одной стороны, вроде бы и благодарны были государству, когда оно их принимало как беженцев, а с другой стороны, плюют этому государству в лицо, а когда оно отворачивается к ним спиной, они готовы воткнуть ему нож в спину, как это сделал вот этот вот бандит афганский 31 мая в Манхайме, нанеся две тяжелых ножевых раны полицейскому в основание шеи, в результате чего полицейский через два дня умер. Будем надеяться, что все-таки меньше будет криминала у нас в стране, если полиции дадут больше свободы, больше работы именно по инструкции, которая предписывает охрану закона, охрану порядка. Мне кто-то сказал, что типа, а по какой, согласно какой букве закон, вернее, согласно какому закону, какой букве закона действовали эти полицейские? Они действовали согласно инструкции и законов, принятым в немецком государстве. Это тому человеку, который мне вот так вот написал. Вот, ну что ж, вот это все, что я хотел вам сказать. Как вы видите, у нас сейчас чашечка кофе на заднем фоне, а это значит, что вечер, ну, кто пьет кофе, кто пьет чай, каждому по предпочтениям, по вкусам. Спасибо, что вы подписываетесь на канал, спасибо, что вы ставите лайки, распространяете эти видео дальше, чтобы люди знали правду, чтобы люди знали действительно то, что на самом деле у нас здесь происходит, а не какие-то вскользь упоминания в интернет-порталах, закрывающие официальную статистику от ваших глаз. Ну и, конечно же, не забывайте комментировать. Чем больше вы комментируете, тем больше людей узнают и ваше мнение, и вашу реакцию на предлагаемое вам к просмотру видео. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok